Добрый день дорогие друзья, меня зовут Жгутова Елена Юрьевна, я общественная деятельность, занимающаяся в основном противодействием ювенальной юстиции, а также защитой традиционных ценностей в рамках работы нашего правозащитного центра Иван-Чай, многие его знают именно с этой стороны. Сейчас мы реализуем также проект поддержки фонда президентских грантов с одноименным названием информационно-правозащитный центр Иван-Чай. Той же самой деятельностью в основном я занималась и будучи членом общественной палаты Российской Федерации 2017-2020 год. Я сейчас нахожусь в Среднеуральском монастыре Свердловской области, и вы, наверное, знаете, что здесь происходят острые события, но меня интересует все, что связано с воспитанниками этого монастыря, с детьми, с родителями, которые здесь находятся и проживают. У меня была возможность в течение нескольких дней познакомиться с ребятами, с детьми, с маленькими, с подростками, поговорить с ними, поспрашивать их о их мечтах, поговорить с ними о их будущем, о их прошлом, о их настоящем, о их судьбах таких, как сейчас непростых, которые привели их в этот монастырь. С их родителями познакомиться удалось. Удалось также пообщаться с теми выпускниками, которые уже вышли из стен этого монастыря и уже строят, собственно, свою судьбу. Я вам хочу сказать, что более светлых лиц я, наверное, в последнее время не встречала. Во всяком случае, находясь в городе Москве, встретить такие лица достаточно можно, наверное, но очень сложно. Поэтому здесь люди настолько чисты, просты и бесхитростны, и очень сложно заподозрить какое-то насилие в отношении них. Как в отношении взрослых, которые могут здесь якобы пребывать недобровольными, так и в отношении детей, в отношении которых якобы может совершаться какие-то насильственные действия или ненадлежащее воспитание. Что такое такая формулировка, к сожалению, я увидела такую формулировку в объявлении, которое расположено на сайте Екатеринбургской епархии. Мне вот хотелось бы все-таки предостеречь от таких действий, где там взывают к каким-то свидетелям, которые, может быть, явились свидетелями недлежащего воспитания в Средневральском монастыре. Мне кажется, это неосторожный шаг со стороны епархии. Мне очень хотелось бы предостеречь от таких действий. Почему? Потому что мне кажется, что здесь под удар ставится не только конкретное место, конкретное воспитание, где детей воспитывают такими чистыми, открытыми, умными, где осуществляется именно традиционное классическое воспитание, но и все остальные места, где еще это воспитание, этот классический подход к воспитанию сохранился, где сохранились эти традиционные ценности воспитания подрастающего поколения. К сожалению, таких мест все меньше и меньше, если мы их не будем беречь, а подвергать каждый раз таким проверкам или подозрительным провокациям со стороны поисков свидетелей, мне кажется, что это не очень правильно, потому что мы знаем еще достаточно много мест, где осуществляется такое же воспитание на базе классической школы, классических методик, где дети понимают, что такое Слово Божье, они его изучают, они понимают, что такое ум, честь, совесть, те самые понятия, которые уже давно исчезли из обихода, а в общеобразовательных школ, к сожалению, где мы знаем, что школа является поставщиком знаний и не более того. Сейчас уходится какой-то воспитательный проект, но боюсь, что он будет сильно зарегументизирован. Поэтому, мне кажется, нужно как зеницу ока охранять такие вот, как, так сказать, охранять как сокровища, такие места, где детей еще сохраняют, целомудрие, чистоте, где их учат добро и зло, различать это добро и зло, нетолерантность всегда, когда нет отличия между добром и злом, а есть другое, вот такие, да, новые какие-то понятия, где все вот так, как осуществляется, так, как по заповедям Божьим, да, что почитай старших, учись дружить, учись думать, прежде всего, о других, а не о себе, вот, учись заставлять себя делать то, что не хочется, а сейчас принципы ювенальной юстиции, как мы знаем, что права ребенка превыше всего, да, и мы получаем плоды, такой вот такой идеологии, и, к сожалению, эти плоды очень горькие, в отличие от тех сладких плодов, которые мне, вот, казалось бы, мне здесь удалось посмотреть. Опираясь исключительно на свой опыт, еще раз говорю, почти десятилетний опыт борьбы с ювенальной юстицией, борьбы с неблагополучием, да, семейным, в том числе, с проблемами родительских и детских отношений и так далее, я могу сказать, что у меня здесь нет никаких оснований подозревать, что здесь совершалось какие-то насильственные действия в отношении людей, еще раз повторюсь, даже взрослых, да, я же не говорю о маленьких детях, нет никаких оснований подозревать, что здесь осуществлялось какое-то ненадлежащее воспитание. Именно с такой формулировкой размещено объявление на сайте их Семенбургской епархии. Само по себе термин «ненадлежащее воспитание», он является ювенальным, я просто говорю, кто не знает, да, почему? Потому что он позволяет в эти рамки очень многое, так сказать, поместить от отказа ребенка от сладкого, да, до действительно каких-то жестоких действий в отношении него, и тогда получается, что в это определение входит все. И если ребенка заставляет делать уроки, этого не хочет, тоже можно сказать, что это ненадлежащее воспитание, а может быть даже и насилие. Мы сейчас же привыкли к тому, что у нас насилием уже называется все, что только можно, насилием в отношении ребенка. Заставляешь учиться насилие, заставляешь трудиться насилие, отрываешь от компьютера насилие, ну и так далее. И получается, что нормальное воспитание отсутствует, и невозможно воспитать хорошего человека, да, не в религиозном смысле слова даже, а в любом смысле этого слова невозможно воспитать настоящего человека. И мы хотим вот здесь проверками замучить оставшиеся те места редкие, да, где еще вот люди помнят, что такое действительно классическое воспитание. Вот, еще раз хочу сказать, что нет никаких оснований. Вот сейчас я еще имела возможность пройти вместе с комиссией, да, которая сегодня приехала, представители опеки приехали, представители полиции по делам и все равно летних приехали сюда проверить вот условия, в которых живут дети. Вот я хочу сказать, что есть, для чего мы, вот если Мария Васильевна Шукшина говорила о том, что мы уже пришли к тому, что семья – это союз мужчин и женщин, мы считаем это достижением, да, то здесь, например, можно услышать другие абсурдные заявления, что, например, родитель не может другому взрослому доверить своего ребенка без нотариальной доверенности. Но мы же с вами понимаем, да, аргумент следующий, что это незаконный представитель. А дальше развивается история, они говорят, что, например, бабушка не является законным представителем. А что значит доверить? А доверить, там же нет, так сказать, пояснений на час, на два, на сутки, на… То есть говорится о том, что, то есть по идее мы приходим к тому абсурду, что бабушка, которая берет ребенка на прогулку, должна с собой брать нотариальную доверенность. Мы с этим готовы согласиться? То есть если родитель в полном умеет здравой памяти, то нельзя его лишать презумпции добропорядочности. Если он кому-то доверяет своего ребенка, значит, он будет нести ответственность за его действия. И если что-то с ним случится, это, естественно, ответственность родителям. Но мы же понимаем, что любой родитель, он, как правило, прежде всего любит своего ребенка, а не желает ему зла, не желает от него просто отделаться или не нести ни о чем не заботиться. Поэтому я считаю, что эти требования абсолютно неправомерные. Здесь есть дети, в отношении которых родители, законные представители написали заявление настоятеля монастыря о том, чтобы с просьбой поместить этих детей сюда. Но почему-то выдвигаются требования необходимости нотариальных доверенностей. Еще раз подчеркну, и я думаю, что и адвокаты наши готовы подтвердить, что это абсолютно неправомерное требование. Любой родитель имеет право доверить своего ребенка, и это, естественно, и будет его ответственность. Это априори. А без конца писать доверенности на каких-то людей, это абсолютно еще раз говорю. Сейчас не закреплено законом, но это является, ну, сказать, таким плодом больного воображения наших представителей, субъектов профилактики. Я буду следить за этой ситуацией, держать на контроле, безусловно, вот как здесь будет сейчас производиться проверка условий, надлежащих, ненадлежащих и так далее. Я сегодня уже присутствую при этой проверке. Общественность делает что-то на контроле, здесь все снимается, все фиксируется, и я думаю, что никаких потасовых фактов случиться не должно. То, с чем мы, к сожалению, достаточно часто встречаемся, когда в актах осмотра помещений появляются какие-то фразы расплывчатые, которые потом могут негативно сказаться, да, на последствии. Мы видим, что формулировки бывают достаточно расплывчатые, вот, и поэтому, ну, к сожалению, вот вынуждены, да, фиксировать все это на видеокамеры и привлекать дополнительные счетцы детей. Ну, в общем, вот со своей стороны могу дать оценку, и я считаю, что здесь достойное место для воспитания детей, одно из редких мест, вот, его нужно сохранить, естественно, как школа, так и воспитание. Здесь не только образование дается детям, но и воспитание. Вот, поэтому я считаю, что это очень достойное место, его всеми силами нужно сохранять. Спасибо. 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 ... 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